в этом видео результат испытаний 9 сортов томатов в этом году 2021 которые мы сажали впервые постоянные любимые сорта в этом видео показывать не будем томат персик томатов под этим названием оказалось три штуки как минимум если открыть интернет то мы видим в одном случае что это именно сорт с опушенными плодами детерминатной и штамбовой высотой 50 60 сантиметров в другом варианте помидор тяжеловес плоды как огромные персики это гибрид и сверх крупноплодный куст мощный хорошо блестленный и вариант персика который рос у нас это коллекционный томат семена нам прислала нина из питера томат крупноплодный плоды овальной оранжевого цвета про устойчивость к ладоспориозу и фитофторозу нет сведений томат с паниклом ажурным резным листом в рассадный период выглядит недокормленным те кто никогда не сталкивался с такой сортовой особенностью этого или других аналогичных томатов например казанова золотая канарейка нежность часто считают что растение больной даже выбрасывают рассаду но те кто уже выращивал аналогичные сорта им даже нравятся такие томаты из-за паниклого листа они занимают меньше места рост томата если его не прищипывать три метра при этом вели мы томат в два стебля плоды выглядят очень красиво но не все плоды такие крупные есть и в два раза мельче томат для тех кому хочется разнообразие в теплице кому нравятся разные цвета и формы плодов чтобы все плоды были крупные то скорее всего количество плодов в кисти нужно нормировать а сами кисти подвязывать томат золотая теща гибрид по описанию полудетерминатной по факту при выращивании в три стебля вершковаться даже и не думал высота в три стебля два с половиной метра без признаков вершкования неустойчив к ладоспориозу про устойчивость к фитофторозу нет сведений плоды выровненные оранжевого цвета средним весом 150 граммов томат примадонна гибрид по описанию полудетерминатной стебли вершкуются сами высота до полутора метров не устойчив к ладоспориозу сведения о устойчивости к фитофторозу отсутствует в зрелом виде плоды темно-розового цвета с носиком вес плодов 80 110 граммов подходит для цельноплодного консервирования томат бабушка вины позапрошлом году мы про него рассказывали но рассказ был неполным в рассаде сильно рослый с обычным листом кисть дал после 12 листа в этом сезоне томат выращивался в четыре стебля куст сильный если в начале роста сможет набрать хорошую вегетативную массу то отлично держит крупные плоды на всех стеблях подвязка стеблей обязательно кисти мы не подвязывали при жаркой погоде хорошая завязываемость этот томат можно назвать неприхотливым не капризным по сравнению с другими крупноплодными сортами которые мы пробовали полустойчивости к ладоспориозу и фторозу сведений нет цвет плодов желто-красный биколор нарядные плоды кожица тонкая хранятся в зрелом виде очень плохо сейчас взвешиваем плоды с нижних кистей на верхних кистях плоды гораздо крупнее когда они созреют то взвесим и снимем обязательно для цельноплодного консервирования не подходит предназначены для еды можно перерабатывать на кетчуп или на томатный сок томат очарование история приобретения этого сорта такова мне нужен был сорт желтых томатов вес которых не более 100 граммов неприхотливые легкие выращивания сорт нужен для цельноплодного консервирования немного уйду от темы как выяснилось те гости у которых нет огорода с удовольствием пробуют а потом едят за обе щеки томаты в собственном соку если плоды желтые а сок красный но не наоборот если сок желтый а томаты красные то многие не имеющие огорода даже пробовать отказываются тут видимо сказывается привычка к покупанным томатам где что сок что плоды красного цвета возвращаясь к теме я нашла сорт очарование с некрупными плодами по описанию сорт устойчив к ладоспориозу и это оказалось правдой сорт действительно устойчив нижние кисти дал самый обычный но чем выше тем кисти обильней правда и созревание происходит медленней но в любом случае томат рабочий не для красоты скорее всего этот томат я буду сажать в следующем году еще хочу добавить в описании на сайте престижа очарование это сорт и вот такой сюжет который мне прислала подписчица канала мое видео называется как сорт становится гибридом прошлом году выращивала сорт очарование семена престиж и это был сорт в этом году купила в леруа такую же пачку но это уже не сорт а гибрид f1 интересно что номер партии один и тот же что в прошлом году что в этом номер партии 035679 и смотрим здесь номер партии 035679 вот эта пачка 19 года эта пачка 20 года как сорт становится гибридом я очень очень надеюсь что это опечатка типографии а не специальный подлог подписчики что вы думаете на эту тему штраух сортовой томат от подписчицы канала индотерминатный совершенно понятным простым ростом и беспроблемный выращиваем в 2 стебля но могу предположить что можно выращивать и в 3 стебля и в 4 посадка в этом случае должна быть более редкой плоды примерно 100 граммовые достаточно ровный по отзывам томат имеет неплохую устойчивость к ладоспориозу что является плюсом про устойчивость к фитофторозу нет данных томат для заготовок что не исключает возможности потребления в свежем виде томат параник детерминатный сорт высотой в теплице метр-метр двадцать вершкуется сам но рост при желании можно перевести на пасынок ранний сорт но снегирь при одновременном север на рассаду и одинаковом уходе оказался более ранним но это в наших условиях у сорта оказалась хорошая завязываемость плодов жару без пропусков неприхотливой с обычным листом сведений о устойчивости к ладоспориозу и фитофторозу нет плоды весом 80 100 граммов сажать в теплицу для раннего урожая нерентабельно по причине некрупности плодов это параник и снегирь на разрезе при этом у параника взят один из самых крупных плодов а у снегиря плод очень среднего размера в ящике точно также заметна разница величине плодов в ящик собиралась все что успела покраснеть с параника и последние остаточные плоды со снегиря в общем томат параник по моему мнению более подходит для выращивания в открытом грунте и самое интересное этот томат вырос вместо томата дина пересортицу исключаем так как таких томатов у нас вообще никогда не росло я могу предположить что произошло переопыление томатов в теплице видео которое называется что лучше посадить сорт или гибрид подробно рассказано что такое гибрид f1 и каким образом гибрид может случайно вырасти вашей или в нашей теплице видео полностью можно посмотреть по ссылке наверху я вставлю сюда кусочек из видео возьмем растение например помидоры знаем что помидоры самоопыляемые пыльца скрыта глубоко и только разрезав цветок мы можем ее увидеть вы посадили разные сорта именно сорта и знаете что соберете с них семена и вырастет такой же сорт пчел никогда не видел на помидорах а вот шмели видела прилетел шмель поработал на одном цветке потом на другом возможно переопыление возможно это и будет гибрид точно такой же гибрид можно создать при искусственном переопыление двух сортов если произошло переопыление то вероятность того что я взяла на семена именно тот плод над которым потрудился шмель мало но она все-таки есть и конечно ее исключать нельзя вырос вот такой красавец гибрид f1 который был создан без нашего участия плоды у этого гибрида созданного природы не желтого цвета как у дины а насыщенного оранжевого цвета по размеру крупнее чем у дины семена с этих плодов я конечно возьму но то что вырастет из этих семян мы не знаем вероятность расщепления на папу и маму велика этот томат у нас будет идти под названием супер дина или дина плюс интересно с каким томатом произошло переопыление прошлом году также при входе росла дина и росла рядом с этюдом поэтому я могу только предположить не утверждать что получился гибрид дины и этюда алые свечи есть еще название пурпурные свечи лист ажурный паниклый как и все удлиненные сорта томатов может в первую очередь поражаться вершинной гнилью цвет плодов темно-розовый камера цвет похоже не передает мое мнение томат чисто для заготовок вот так томат выглядит на разрезе достаточно сухой можно запросто делать кетчуп можно делать вяленые томаты рядом для сравнения сорт казанова вообще они очень похожи по назначению но алые свечи нам показались более съедобными в свежем виде по сравнению с казановой и алые свечи более мелкие по размеру можно использовать для цельноплодного консервирования почему огурцы не болеют до поздней осени результаты испытания 9 сортов томатов в 2020 году мои детерминатные сорта 2019 год хрустящие огурцы без уксуса и стерилизации всем хороших урожаев с вами была наталья сморчкова канал и сайт в огороде про